сегодня я буду вязать из фактурной трикотажной пряжи бисквит у меня этот цвет 3d зефир в этом видео я буду вязать узор на спицах из этой пряжи для этого узора мне необходимо набрать на спицы нечетное количество петель набирать я буду с помощью лишь одной спицы у меня 15 петель на спицы первый ряд узора первую кромочную петлю я снимаю не провязанной следующие две петли я провязываю вместе лицевой за заднюю стенку то есть ввожу правую спицу справа налево сбрасываю с левой спицы обе эти петли и возвращаю на левую спицу первую из этих двух провязанных петель и снова ее провязываю лицевой за заднюю стенку на правой спице у меня три петли то есть одна кромочная и две петли которые я только что провязала снова провязываю две петли вместе лицевой за заднюю стенку сбрасываю их со спицы возвращаю первую петлю на левую спицу и провязываю ее лицевой за заднюю стенку так продолжаю до конца ряда в конце ряда остается две петли первая петля симметрии и кромочная петля каждую из этих петель я просто провязываю лицевой первый ряд на этом закончен второй ряд первую петлю я снимаю это кромочная петля дальше вяжу по 2 петли вместе изнаночной я вяжу обычные изнаночные завожу спицу в петли справа налево и делаю обычную изнаночную эти две петли я сбрасываю с левой спицы и возвращаю первую из этих петель на левую спицу и снова провязываю ее обычной изнаночной продолжаю так до конца ряда 2 петли вместе изнаночной возвращаю на левую спицу первую из этих петель и еще раз провязываю ее изнаночной опять две петли вместе изнаночной сбрасываю их возвращаю первую петлю на левую спицу и провязываю ее изнаночной таким образом сохраняется постоянное число петель оно не должно не уменьшаться не увеличиваться вы можете себя контролировать пересчитывая число петель после каждого провязанного ряда 2 последние петли одна петля симметрии и одна петля кромочная первую петлю провязываю изнаночной а кромочную я всегда провязываю лицевой переворачиваю вязание и повторяю чередование этих двух рядов из этого чередования и складывается этот узор первую петлю снимаю это кромочная провязываю 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку возвращаю первую петлю на левую спицу и снова провязываю ее лицевой за заднюю стенку повторяю это действие до конца ряда вот таким получается этот узор из этой объемной и фактурной трикотажной пряжи из этой пряжи вязать на спицах как мне показалось было немного легче за счет того что она имеет более рыхлую поверхность ткани из которой она сделана так что если вы хотите связать пуф на спицах из трикотажной пряжи то присмотритесь к фактурной трикотажной пряжи а вот этот же самый узор но уже на большом полотне из обычной гладкой трикотажной пряжи розовый я связала только что из фактурной трикотажной пряжи но коричневый связан из обычной трикотажной пряжи вот так выглядит изнанка этого узора также мне очень нравится как этот узор смотрится поперек вязание в таком положении не видно ни рядов не петель а вязаная поверхность образует просто колоски но и на этом у меня все если это видео оказалось для вас полезным то не забывайте отмечать его пальцем вверх подписываться на мой канал и пока пока ну и и и Продолжение следует...